Всем привет! Сегодня я хочу показать, как я изучал статистику комментариев на ютубе. Для этого я скачал с ютуба 10 миллионов комментариев и проанализировал их нейросетями и многими другими методами. И если коротко, то больше всего шансы набрать лайки у комментария длиной около 100 символов, который написан приблизительно через 8 минут после выхода ролика. Так что если вы поставили колокольчик и сразу же увидели это видео, то у вас есть целых 8 минут, и вы знаете, что делать. А еще с помощью нейросетей я построил вот такие облака комментариев, где близкие по смыслу комментарии находятся рядом. И их можно разделить на группы, в которых находятся комментарии с приблизительно одинаковым смыслом. Сначала я подумал, что для своей статистики я скачаю где-нибудь 100 тысяч комментариев, или может быть даже миллион. А затем я посмотрел, как с ютуба можно официально скачивать комментарии, и там написано, что в сутки можно делать 10 тысяч запросов. То есть получается, если я в сутки набираю только 10 тысяч комментариев, то на 100 тысяч комментариев уйдет 10 дней. А для миллиона комментариев понадобится больше трех месяцев, и надо будет каждый день скачивать эти комментарии. Но затем оказалось, что один запрос выдает приблизительно 100 комментариев. И если умножить 100 комментариев на 10 тысяч запросов в сутки, то получается, что в сутки мы можем получить миллион комментариев. Даже немного больше, потому что в среднем он выдает чуть больше 100 комментариев на запрос. Я скачал все комментарии с почти сотни каналов. Многие из этих каналов по тематике похожи на мой, но есть и другие. Некоторые каналы я брал просто из рекомендаций ютуба, чтобы тематика иногда различалась и было больше разнообразия комментариев. И давайте посмотрим, в каком виде ютуб выдает комментарии. Вот таблица со всеми свойствами комментариев. Во-первых, у них есть тип ютубовского объекта, в данном случае у всех будет просто комментарий. Затем есть еще какая-то мета-информация, которая мне тут будет не нужна. Я тут пометил это все красным, значит, что эти данные я не сохраняю. А что сохраняю, это, например, айдишник самого коммента, то есть его уникальный номер. По нему я могу различать комменты. Потом айди видео, к которому был сделан этот коммент. И дальше еще всякая информация, которая мне не особо нужна. А вот что мне нужно, это текст самого комментария. И отображаемое имя автора комментария. Еще айди канала автора комментария. Количество лайков и когда комментарий был опубликован. Еще тут есть, например, такое поле, как можно ли оценивать комментарий, и оно везде true. Вообще не знаю, может ли быть ситуация, когда нельзя оценить комментарий, то есть нельзя поставить ему лайк. А тут хранится рейтинг комментария, на самом деле это просто означает, поставили мы лайк или нет. Также еще хранится количество ответов на комментарии и сами ответы, которые по сути являются еще одной точно такой же таблицей. В этой таблице я упомянул отображаемое имя автора комментария. И когда это имя скачивается, оно отображается в нормальном виде, в котором я привык видеть имена в комментариях. Но вы, возможно, заметили, что вместо привычных имен сейчас в комментариях вот эти вот теги. И у многих, кто их не установил, написано юзер, и там много букв и цифр. Я сначала думал, что это баг, но, возможно, это фича. Но так или иначе, в скачанных комментариях имена все еще нормальные. В этом видео я покажу разные алгоритмы и подходы из Data Science. Но я пока сам тоже только все это изучаю, поэтому в этой области я не специалист. Но точно знаю, что спрос на Data Scientist сейчас бешеный, а зарабатывают они в среднем 200 тысяч рублей, и потолка в доходе нет. Так что если вы тоже хотите работать из любой точки мира, хорошо зарабатывать и быть на расхват среди крупных компаний, я советую пойти учиться в SkillFactory на курс Data Scientist с нуля до про, который разработан совместно с профессором из МГУ. В рамках курса вы все изучите с нуля, с самых азов, в том числе вспомните школьную математику, и освоите продвинутый уровень, необходимый для работы Data Scientist. SkillFactory — это онлайн-школа, которая дает вам не просто обучение, а за руку проводит вас в мир IT. Обучение на реальных задачах от заказчиков по окончанию курса дает выгодно выделяющее портфолио и возвышает вас в списке кандидатов. Тем более вы сами выбираете время и темп обучения, а при необходимости можно даже заморозить прохождение курса, возобновив его через время. Чтобы не забросить на полпути, рядом с вами будет ментор, который ответит на все вопросы. А центр карьеры поможет с трудоустройством. А если после обучения вы не найдете работу, школа вернет вам деньги, и это прописано в договоре. Так что записывайтесь на курс по QR-коду на экране или по ссылке в описании, и начните карьеру в Data Science сейчас. А по промокоду Anigiri получите скидку 45% на обучение. SkillFactory учит тех, кто работает. Я решил начать изучать статистику комментариев с чего-то простого. Посмотрим, например, какой длины обычно комментарии под видео. Например, если я возьму свой канал и построю распределение длины комментариев, то получится такой вот график. Тут по оси Х расположены разные длины комментариев, а по оси Y количество комментариев этой длины. Например, комментариев меньше, чем из 10 символов довольно мало. Но чем больше символов, тем больше растет количество комментариев. И затем образуется такой вот максимум графика, примерно на длинных комментариев от 40 до 60. Тут больше всего комментариев. И потом количество комментариев постепенно спадает. То есть комментариев длиной 100 гораздо меньше. А комментариев длиной 200 еще меньше, а 300 еще меньше, 400 еще меньше. И 500 у меня отображается в конце графика. Вообще максимальная длина комментария на ютубе это 10 тысяч символов. Но там график будет только постепенно снижаться и снижаться, поэтому я не стал рисовать его дальше. И что интересно, у каждого канала этот график немного свой. Вот, например, такой же график для Макара Светлого. Он начинается очень похоже, они почти одинаковые. Но потом он идёт немного выше, что означает, что у него пишут немножко больше более длинных комментариев. А вот график для Дагона. Видно, что у него вначале гораздо больше комментариев, но потом график сравнивается примерно с моим каналом. Что означает, что у него больше коротких комментариев и немного меньше длинных. И так как на каких-то каналах в среднем более короткие комментарии, а на каких-то более длинные, мы можем отсортировать каналы по этому параметру. Тут я, например, взял из своей выборки научно-популярные или смежные с ними по тематике каналы и отсортировал их по медианной длине комментария. На первых местах Антропогенез, Аптозорекс и Филолог в Сеаруси, а на последних Топлес, Хауди Хо и Утопия Шоу. Длинные комментарии, скорее всего, зависят от многих факторов. Например, мне кажется, что они сильно зависят от среднего возраста аудитории. И от того, есть ли там холиварные темы, или можно ли написать простыню текста в ответ на фразу из ролика. Ну вот я показывал распределение длин комментариев на своем канале, на канале Макара Светлого и Дагона. Но что если рассмотреть такое общее распределение по всем каналам? И тут график получается гораздо более ровный за счет большого количества комментариев. Но сразу можно обратить внимание на вот эту странную деталь. Откуда-то взялось очень много комментариев длиной 142 символа. Я начал искать, что это, и оказалось, что это несколько десятков тысяч комментариев. Все эти комментарии выглядят примерно одинаково. Здравствуйте, пожалуйста, посмотрите мои ролики, не прошу подписаться, просто нужно мнение со стороны. И так далее. И что интересно, я нашел больше тысячи аккаунтов, которые пишут эти сообщения. И это только из того, что я нашел в своей статистике, а что-то я мог не заметить, а что-то могло вообще не попасть в мою статистику. То есть кто-то как-то зарегистрировал или еще каким-то образом получил более тысячи аккаунтов на ютубе. И во всех этих аккаунтах есть одинаковая просьба перейти на еще один аккаунт. То есть все эти более чем тысяча аккаунтов ведут на один единственный аккаунт, и он, кстати, заблокирован за нарушение правил ютуба. То есть что это было? Это была какая-то реклама? Или это был какой-то эксперимент? Сейчас мы, скорее всего, уже не узнаем. Но пойдем дальше. Я тут решил посмотреть, а что общего у самых популярных комментариев под видео. Во-первых, самое большое количество лайков в моей статистике набрал комментарий «Хочу выпуск про сон» под видео на канале Топлес. В целом обычно самые популярные комментарии это либо поддерживающие, либо цитирующие что-то из видео. И почти всегда самый-самый популярный комментарий на канале довольно обычный, кроме моего канала. У меня это... В какой-то определенный момент я начал осознавать, что это видео может никогда не закончиться. И да, это комментарии под видео «Самые большие числа». Во-первых, видео «Самые большие числа» набрало самое большое число просмотров на моем канале. А во-вторых, комментарии под этим видео набрал самое большое число лайков. А еще у меня было видео «Делаю нейросеть с нуля», где я показывал, как можно научить нейросети распознавать рукописные цифры. И комментарий под этим видео. Паникеры боятся, что нейросети выйдут из-под контроля и поработят человечество. Нейросеть думает, что черный экран это 5. А забавно тут то, что комментарий про цифру 5 является пятым по количеству лайков на моем канале. Дальше я подумал, вот я делал распределение длин комментариев. Но что если комментарии какой-то определенной длины набирают больше лайков? Ну, например, если комментарий состоит из одной буквы, вряд ли его кто-то будет лайкать. Или если это простыня текста, тоже вряд ли ее кто-то будет лайкать. А вот если комментарий легко прочитать, скорее всего, тогда его будут лайкать. И, наверное, такой комментарий будет не слишком длинный и не слишком короткий. Если построить такое же распределение, как я делал, только по лайкам, то, конечно же, там, где больше комментариев, там будет и больше лайков. Поэтому это, конечно же, надо учесть и поделить количество лайков на количество комментариев для каждой длины комментария. Я попробовал сделать этот график и получилось вот это. В общем-то, похоже на просто случайные числа. Как будто тут нет никакой зависимости. Но когда я делал этот график, в моей статистике было только 100 тысяч комментариев. А сейчас у меня уже есть гораздо больше, поэтому график можно сделать гораздо более гладким. Я сделал новый график уже по 10 миллионам комментариев. И вот так он выглядит. И теперь явно прослеживается, что если комментарий слишком короткий, то лайков у него мало. Если он длиннее, то их больше. И потом они постепенно спадают. Да, тут есть очень сильные колебания. И чтобы их убрать и сделать график по-настоящему гладким, нужно, наверное, миллионов 100 комментариев в статистике. Или даже миллиард. Но могу предположить, что если бы я набрал больше комментариев, то график выглядел примерно бы вот так. Тут больше всего лайков набирают комментарии примерно от 90 до 105 символов. И потом количество лайков постепенно снижается. А еще здесь можно заметить такой вот резкий провал в лайках. И у него есть даже причина, я сейчас о ней расскажу. Но сначала давайте посмотрим на два графика. Синий график тот же самый, это количество лайков с поправкой на количество комментариев в зависимости от длины комментария. А вот красный график, это просто количество комментариев разных длин, которые я показывал несколько минут назад. Во-первых, тут можно заметить, что большинство пишут довольно короткие комментарии, а комментарии такой длины набирают мало лайков. То есть типичные комментарии под видео на ютубе где-то от 20 до 35 символов. А вот типичный комментарий под видео на ютубе, который набирает много лайков, это где-то от 90 до 105 символов. И затем с ростом длины комментария количество лайков под ним постепенно снижается, но не слишком сильно. Скорее оно наиболее низкое, когда символов наоборот в комментарии очень мало. При том, что таких комментариев очень и очень много. А вот здесь находится тот самый провал в лайках, о котором я говорил. Тут же находится резкий подъем количества комментариев. И помните того самого спамера, о котором я говорил раньше, который оставил десятки тысяч комментариев? Так вот, эти резкие подъемы и падения графика вызваны им. Он написал очень много комментариев, но они набрали мало лайков. Но давайте пока отойдем от графиков и посмотрим на что-то более интересное. Например, на то, как можно сгруппировать комментарии. А для этого нужен специальный алгоритм, который каким-то образом разобьет комментарии на основные группы. То есть алгоритм кластеризации. И таких алгоритмов кластеризации есть очень-очень много. Тут в таблице показаны самые основные. Из них, наверное, одним из самых простых и эффективных является алгоритм DBSCAN. Его я и буду использовать. DB звучит как будто Database, то есть какая-то база данных, но на самом деле это Density Based, то есть основанная на плотности. Он находит основные группы, которые вот так вот плотно расположены. А те точки, которые не попадают ни в одну группу, они тут показаны серым. И так как комментарии можно тоже представить в виде точек в пространстве, мы можем тоже применить к ним такой алгоритм кластеризации. Так, стоп, а как можно комментарии представить в виде точки в пространстве? Об этом я тоже расскажу, но давайте все по порядку. Сначала расскажу про кластеризацию. Я решил написать программу, которая выполняет DBSCAN с визуализацией, чтобы лучше разобраться в том, как он работает. Допустим, у нас есть набор точек, и мы хотим разбить его на кластеры. Берем любую точку и смотрим, есть ли у нее как минимум три других точки в радиусе, ну, например, 100 пикселей. Если есть, то помечаем ее как основную точку. Допустим, у меня она будет более темной. Количество соседних точек для каждой точки, чтобы она стала основной, и радиус, в котором мы ищем эти соседние точки, это два основных параметра DBSCAN. И, соответственно, эти параметры мы можем настраивать. Но давайте пойдем дальше. Основной у нас может быть не одна точка, а все точки, у которых есть достаточное количество соседей. Поэтому смотрим на все точки, и если у них есть в определенном радиусе определенное количество соседей, то помечаем их как основные. После того, как все точки мы проверили, переходим ко второму этапу. Опять берем любую точку, например, в моем случае я взял центральную, и назначаем ей первый кластер, например, я его помечу красным цветом. И теперь кластер распространяется на другие основные точки в ее радиусе, а они распространяют его дальше, то есть они как бы заражаются этим кластером. Сейчас основных точек в радиусе кластера больше не осталось, тогда берем новую случайную точку и помечаем ее следующим кластером, например, зеленым. Когда у него точек тоже не останется, начинаем синий кластер и так далее. Когда мы все основные точки отнесли к кластеру, начинаем относить туда неосновные, после чего алгоритм заканчивается. То есть основные точки как бы распространяют кластер дальше, а неосновные точки только попадают в него. И на этой картинке можно заметить, что зеленый кластер расположен как-то странно, он мог бы относиться к красному кластеру. И действительно, мы же можем менять параметры этого алгоритма, и, например, поставить радиус побольше. Тогда больше точек будут попадать в каждый кластер. И в данной ситуации это выглядит гораздо лучше, только одна точка не попала ни в какой кластер. Хотя можно было бы её отнести к красному кластеру. Но если ещё хотя бы немного повысить радиус, то красный кластер объединится с зелёным. И вот здесь, конкретно в этой ситуации, кластеры можно легко разделить, это даже визуально видно. Но это не всегда так, поэтому иногда, если мы начнём увеличивать радиус для точки, то кластеры просто слипнутся в один большой кластер. А ещё проблема кластеризации в том, что она имеет квадратичную сложность, и иногда её рассчитывать очень долго. Особенно тут, потому что кластеризовать нужно десятки, а иногда и больше сотни тысяч объектов. Да и кластеризация тут далеко не одна, и кроме кластеризации нужно использовать ещё и другие долгие методы. Но есть алгоритмы, которые позволяют ускорить кластеризацию с помощью видеокарты. Поэтому эти расчёты я решил переложить на удалённый сервер. Например, тут я буду использовать SelectL, потому что я его уже использовал в предыдущих видео, он привычный, и создать сервер там можно очень быстро. Поэтому я создаю новый сервер, на винде, потому что мне так привычнее, и выбираю видеокарту. И можно запустить сервер даже на один час, со специальной видеокартой для обучения нейросетей. И это будет стоить примерно 50 рублей. Нажимаю создать сервер, и он запускается. Я подключился к нему через удалённый рабочий стол, и теперь у меня мак перелистывается на винду. Два компьютера в одном. Для теста я попробовал сгенерировать кластеры для нескольких видео. И в целом получилось очень даже неплохо. Например, вот это был первый попавшийся, в него попали 280 комментариев. И в основном во всех комментариях говорят спасибо. Наверное, этому кластеру можно было бы дать название спасибо, или благодарность. И тут я подумал, название кластеров можно было бы спросить у GPT. Так же, как и в предыдущем видео, где у меня нейросети играли в мафию, программа могла бы через API подключаться к GPT и автоматически получать ответ. И я это добавил, и это работало даже хорошо, но в некоторых случаях это ломалось. Например, тут я даю GPT первые три сообщения из кластера. Кто с 2023-го, смешно, и зачем я смотрю это в 2 часа ночи, да еще и не в первый раз. Непонятно, что объединяет эти три сообщения, и почему они вообще попали в один кластер. А все дело в том, что я решил брать несколько первых попавшихся комментариев из кластера, чтобы по ним делать заголовок. Потому что если, например, кластер состоит из тысячи сообщений, не буду же я их все отправлять в GPT. И может так получиться, что комментарии, которые я отправляю в GPT, находятся как бы на разных концах кластера. И тогда комментарии на разных концах этого кластера могут довольно сильно отличаться друг от друга. Поэтому просто нужно найти центр кластера и брать ближайшие к центру кластера комментарии. Они будут лучше всего показывать смысл комментариев в кластере. Но как понять, где находится центр, и где вообще находится кластер? Я собирался рассказать, как комментарии можно превратить в точки в пространстве. И сейчас, наверное, самое время. Для этого комментарии нужно превратить в эмбеддинги. Эмбеддинг — это как бы числовое представление смысла чего-либо. И все современные генеративные модели, которые создают текст, картинки, видео, звуки, они все используют эмбеддинги. И есть специальные модели, ну, условно нейросети, которые генерируют эти самые эмбеддинги. То есть на вход мы подаем ей, например, текст, а на выходе она выдает нам набор чисел. И эти числа означают смысл картинки или фразы или чего-либо еще. И если эти числа представить как некоторые координаты, то, соответственно, будет какая-то точка в пространстве с этими координатами. Но эта точка будет не на двумерной плоскости и даже не в трехмерном пространстве, потому что чисел там не двое и не трое. А, например, тут я использую модель от OpenAI, и она выдает нам 1536 чисел. Получается, что эта точка в 1536-мерном пространстве. И на самом деле, эта модель для эмбеддингов от OpenAI даже не самая лучшая. Есть рейтинг таких моделей, и она там только на восьмом месте. Но это общий рейтинг. А тут я ее использую для конкретной задачи, для кластеризации. И вот по кластеризации она уже на первом месте. Тем более, что комменты у нас тут на русском, а почти все эти модели работают только с английским. Так что получаю все эти эмбеддинги, и так как они в некотором смысле точки в многомерном пространстве, на них можно применить тот же самый DBSCAN. И, соответственно, разбить все это на кластеры, и получить центр каждого кластера. Найти ближайшие точки к центрам каждого кластера, и уже их отправить в GPT. И таким образом, для каждого кластера можно получить название. Попробую найти кластеры комментариев в своем видео про геометрические фигуры в четырехмерном пространстве. И первым мне выдает кластер всего из четырех комментариев. Парень, ты крут, парень, ты всех запутал, парень, вундеркинд, крутой, продолжай. И нейросеть озаглавила это как поддержка и достижение. Следующий кластер состоит из комментариев, а какие фигуры в 5D? Следующее видео 5D фигуры, а как выглядит в 5D? А можно 5D? И нейросеть правильно озаглавила этот кластер как 5D геометрия. И я даже не замечал, что под этим видео настолько много комментариев про 5D. Следующий кластер небольшой, он состоит из комментариев бред, 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 бред очередной. И нейросеть озаглавила это как проблемы в высказываниях. Еще есть кластер, который называется преодоление трудностей, и он состоит из комментариев сложно, 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 сложно. Еще есть кластер, который называется оценка и восхваление. И комментарии там, ну ты умный, молодой умный, пипец ты умный, такой молодой, а уже такой тупой. И кластер отрицательной реакции. Что за бред? Какой бред? Боже, что за бред? Какой-то бред. Интересно, что этот кластер отличается от другого кластера бреда. Кластер с эмодзи, который нейросеть назвала позитивные отзывы и эмоции. Кластер, куда попали комментарии, типа комментарий для продвижения канала, спасибо, комментарий для продвижения видео и так далее. И нейросеть почему-то назвала это темой видеомаркетинга. И еще кластер, где обсуждают название четырехмерных фигур, кубиндер и сфериндер. Интересно, что нейросеть поняла это и назвала кластер название геометрических фигур. Тут везде для кластеризации я использовал метод DBSK, но это далеко не единственный метод кластеризации, как можно было увидеть из таблицы ранее. Например, еще есть довольно распространенный метод K-Means. Тут по картинкам кажется, что он работает не очень хорошо. Но в большинстве случаев кластеры будут выглядеть примерно как на третьей картинке или на пятой. А с такими случаями он справляется неплохо. К тому же он очень быстро работает. Но его минус, а в каких-то ситуациях может быть даже и плюс, это то, что этому методу нужно заранее указывать количество кластеров. Допустим, я хочу разбить комментарии ровно на 10 кластеров, тогда я запускаю K-Means с разбитием на 10 кластеров. А если я хочу разбить на 30 кластеров, то укажу 30. Работает он относительно просто, он в пространстве как бы случайным образом разбрасывает центры кластеров. И потом пытается максимально их подстроить под точки. На самом деле, с этим методом у меня далеко не всегда получался хороший результат. Но если подобрать хорошее количество кластеров, то получается очень даже неплохо. К тому же и очень быстро. Например, вот так он мне разбил комментарии. И что интересно, один из комментаторов пишет. Ничего из четырехмерной шизы нигде не используется. Иначе скажите что. Ну и дальше у него какие-то претензии к теории относительности, которые в этом видео даже не обсуждалось. Но он пишет, что четырехмерное пространство нигде не используется. А я сейчас читаю комментарии благодаря тому, что нашел его среди группы точек в 1536-мерном пространстве. И было бы неплохо визуализировать все эти точки в многомерном пространстве. У меня уже были видео про визуализацию многомерных объектов. Но я в основном показывал 4D и немножко показывал 5D, 6D. Но там были в основном трехмерные срезы этих фигур. А тут нужна проекция и проекция 1536-мерного пространства. Но на самом деле это не так сложно, как кажется. Были бы у нас какие-нибудь более сложные фигуры, например, кубы, шары, они бы загораживали друг друга. Но вот точки могут быть сколь угодно маленькими. И загораживать друг друга они будут меньше, но все равно будут. Потому что нам нужно их нарисовать, а значит они будут иметь размер. Поэтому есть специальные алгоритмы, чтобы как бы подвигать эти точки, чтобы они загораживали друг друга меньше. Наверное, самым популярным из них является алгоритм с таким вот названием, который является полуакронимом и произносится как Тисни. Или по-русски стахастическое вложение соседей с Т-распределением. И он как раз проецирует точки, а потом их как бы двигает, чтобы лучше соблюсти расстояние между ними. Я поэкспериментировал с DB-сканом и Тисни, и оказалось, что на процессоре они работают нормально, но не на видеокарте. А все потому, что я поставил Windows, а нужно было ставить Linux. Все эти алгоритмы уже сделала Nvidia под свои видеокарты, и почему-то они сделали их только под Linux. Я попробовал поискать альтернативные библиотеки, но оказывается они все используют одну и ту же реализацию от Nvidia. И да, эта компания у меня ассоциируется с игровыми видеокартами, а игры обычно под Windows, и я думал, что эти алгоритмы тоже будут под Windows. Но оказалось, что нет. Но, к счастью, с того виндового сервера можно просто скопировать все файлы, удалить его и за минуту создать новый на Линуксе. И почему я сразу не заметил, что здесь есть версия, которая буквально называется Machine Learning. На нем уже установлено почти все, что нужно для машинного обучения, здесь установлено CUDA, здесь установлен Python и библиотеки для него. Я попробовал спроецировать точки на двумерную плоскость, и получилась такая вот картина. Тут я использовал свое последнее видео, нейросеть играет в мафию. Но в нем не так много комментов, поэтому кластеры не так четко видны. Давайте лучше возьму свое видео, в котором больше всего комментариев. Это видео «Что больше бесконечности». Выглядит это вот так, и тут уже точки явно не случайно разбросаны, в них есть какие-то закономерности. Проекция рассчитана с помощью тисни, а кластеризация с помощью дибискана. И разные кластеры помечены разными цветами. Но тут кажется, что все точки одного цвета, то есть они как будто все слиплись в один кластер. И первая проблема тут в том, что первый кластер, который самый большой, и точки, которые не попали ни в один кластер, приблизительно одного цвета. Но я просто могу сказать, что не попали ни в один кластер приблизительно 2000 точек, а попали в первый кластер 4600. Внезапное подключение уже перед выпуском видео, я все-таки нашел, как точкам поставить более хорошие цвета. И теперь хорошо видно, что вот этот вот синий кластер, это тот самый основной кластер, в который слиплось большинство точек. А вот такие вот оранжевые точки, это те, которые не попали ни в один кластер. Еще может показаться странным, что основной кластер, он как бы разбросан по этой картинке. Есть какая-то часть здесь, есть потом часть вот здесь, 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 он в разных местах. Но на самом деле это происходит, потому что изначально он многомерный, а именно 1536-мерный, и он проецируется на двумерное пространство, соответственно, есть некоторые неточности. И вторая проблема этой выборки, как бы я не настраивал параметры кластеризации, у меня либо большинство точек не попадают ни в один кластер, либо наоборот, все слипаются в один большой кластер. Но тем не менее, какие-то кластеры тут выделились. Приближусь, например, вот в этот кластер, и тут есть относительно крупный кластер из голубых точек. Ну, крупный он по сравнению с другими мелкими кластерами, потому что тут есть вообще один супер гигантский кластер, который занимает большую часть точек. И комментарии в этом кластере, типа, нахрена я зашел в это видео в 2 часа ночи. Другой комментарий в 2 часа ночи, чтобы я еще мог смотреть. Почему я смотрю это видео в 2 часа ночи? Зачем я смотрю это ночью? Зачем я смотрю это в 9 часов? Зачем я это смотрю? И зачем смотришь? Видно, что с расстоянием комментарии в кластере немного меняются. Еще рядом есть комментарии идеальное видео, чтобы заснуть. Идеальное видео перед сном. Советую посмотреть перед сном. И не вздумайте смотреть это видео перед сном. Звучит как кликбейтное название для видео. Рядом еще комментарии про то, что это видео смотрят в 5 часов утра и в 00.57 То есть видно, что все комментарии вокруг, они примерно про сон или про ночь Но при этом они не объединились в один кластер Если отдалиться и посмотреть на кластеры, как они спроецировались с помощью тисни А не то, как они скластеризовались с помощью дебискана То визуально виден вот этот вот такой вот круглый большой кластер Тут все комментарии про то, что никто ничего не понял, но очень интересно Интересно, что рядом еще есть один небольшой такой совсем кластер В нём пишут страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое. И два этих мемных кластера находятся рядом. А ещё эти точки можно спроецировать на трёхмерное пространство, но мне кажется, от этого становится только сложнее. И тут я подумал, что дебискан у меня как будто не очень эффективно кластеризует комментарии. Но при этом тисни проецирует их так, что они уже сразу как будто визуально превращаются в какие-то кластеры. И что если сначала спроецировать комментарии на 2D-плоскость, а уже потом кластеризовать их с помощью дебискана? И кажется, что получилось гораздо лучше. Давайте посмотрим на какой-нибудь кластер, например, на вот этот вот зелёный. Тут в основном пишут, что больше бесконечности, бесконечность бесконечностей. А рядом на вот таком вот розовом кластере пишут, что больше бесконечности, две бесконечности. А в этом кластере пишут, что буква алиф, который используется для обозначения бесконечного множества, это первая буква иврита. В этом розовом кластере спрашивают, а зачем нужны все эти бесконечности? А здесь пишут, что это видео взорвало им мозг. Я, конечно же, погуглил, можно ли применять кластеризацию после проекции, и оказывается, многие уже задавались этим вопросом. И обычно все отвечают, что лучше не надо, потому что после проекции расстояния не до конца хорошо сохраняются, и кластеры будут потом искаться на искаженных расстояниях. Но кажется, что в моем случае это сработало очень даже хорошо, ну, либо я сделал что-то не так. А теперь я хочу показать видео с одним из самых больших количеств комментариев из тех, что попали в мою статистику. Это видео про сонный паралич на канале Утопия Шоу. На нем 49 тысяч комментариев и довольно интересные кластеры. И вот так вот это выглядит. Интересно, что это первое такое видео с огромным количеством комментариев, которое попалось в статистике. И именно на нем программа упала. Я сначала даже не понял из-за чего. А потом выяснилось, что это из-за того, что я массив всех эмбеддингов сначала преобразую в строку, и потом эту строку сохраняю в файл. И оказывается, что Node.js просто не может создать такую гигантскую строку. И вместо этого я просто решил дописывать каждый эмбеддинг в конец файла. А чтобы хранить все эти огромные эмбеддинги, на сервере нужно больше памяти. Изначально там было 40 гигабайт, я повысил до 64. Но сделать это очень легко, достаточно просто зайти в настройки сервера SelectL и понажимать плюсик. Начнем, допустим, с кластера с левой стороны. Тут говорят про танец в конце. Здесь про заставку. А здесь пишут про то, что поставили лайк. Но это были довольно обычные кластеры, давайте посмотрим на более интересные. Тут, например, пишут про коронавирус. А здесь просят снять видео про осознанные сновидения. Здесь пишут про то, что у них был сонный паралич. А в этом самом большом кластере делятся историями сонного паралича. Как правило, они довольно длинные. Здесь пишут, что у них никогда не было сонного паралича. А здесь пишут, что очень хотят сонный паралич. Тут классические уже комментарии, зачем я смотрю это в 2 часа ночи. А в этом кластере пишут, кто как спит. На спине, на боку или на животе. Здесь пишут про демонов, которые приходят во время сонного паралича. А здесь пишут про Суккуба. Здесь обсуждают, как в разных культурах называют этого демона. А вот это довольно интересный кластер, давайте в него приблизимся. Здесь пишут Никто, Абсолютно Никто. Рядом пишут про серию из Доктора Хауса. А с другой стороны пишут про Somebody One's Told Me. А еще рядом с кластером, где пишут Никто, Абсолютно Никто, рядом есть такой вот небольшой кластер, где пишут Никто, Абсолютно Никто, и потом пишут про Ведьмака. При этом от центра кластера, где Никто, Абсолютно Никто, вот этот кластер про Ведьмака, он как бы указывает куда-то в сторону. Если мы посмотрим в эту сторону и пойдем сюда, то здесь будет как раз кластер, где обсуждают ведьмака. Здесь пишут тайм-коды, здесь разные символы, плюсики, знаки вопроса, а здесь и модзи. А еще я решил сделать статистику не только по комментариям, но и по самим видео. И вот так это выглядит. Тут я не использовал кластеризацию, так как по сути кластеры нам уже известны, это сами каналы. Некоторые видео явно образуют отдельные кластеры. Но вот, например, мои видео разбросаны по этой статистике. Но оно и не удивительно, потому что в основном для этой статистики я искал каналы, похожие на свой. Таких каналов тут как минимум процентов 80. Давайте посмотрим на те видео, которые явно отделились в отдельные кластеры. Например, это «Химия просто». И довольно легко понять, почему он попал в такой отдельный кластер. Дело в том, что нейросеть смотрит на название видео. А у него каждый раз в названии в конце дописано «Химия просто». И поэтому легко понять, к какому каналу относятся эти видео. Тут есть рядом кластер антерпогенеза и вердайдер. Интересно, что вердайдер разбросан по статистике, и он есть, например, вот здесь. Еще он есть вот здесь. И вот здесь его очень компактный кластер. А дело в том, что на канале вердайдер переводы в основном англоязычных видео. И в конце каждого названия дописан канал, с которого видео было переведено. Еще тут есть кластер Макара Светлого с рубрикой «Science Show». Она расположена довольно плотно, но вот остальные видео Макара Светлого разбросаны по статистике. Тут находится огромный кластер Бориса Трушина. И среди его видео есть видео «Догона. Невозможная задача. Двоичный код в деле». Что, в общем-то, подходит под этот кластер. Тут суперкомпактный кластер одной из рубрик «Utopia Show». Здесь кластер «Cosmos Просто», а рядом видео «DS Astra». А вокруг них разбросаны видео с канала Землякова. Еще рядом есть улица Шкловского. А внизу находятся игровые каналы. Здесь многие каналы делают видео по Unity. А кто-то делает летсплей или обзоры игр. Тут, например, есть «Тришка Бум». И кластер с Undertale. Ниже находится кластер с Detroit Become Human. И тут внезапно есть одно видео с другого канала. И это ситар, тоже про Detroit Become Human. Здесь есть кластер про Life is Strange. И если в него приблизиться, то здесь тоже есть одно видео ситара. Здесь в центре довольно компактный кластер с видео с канала Топлес. А здесь вверху есть очень отдельный кластер с каналом Демиос. Он такой отдельный, потому что в каждом названии видео есть фраза «10 интересных фактов». Но еще интересный факт, что сюда попали еще два видео с других каналов. Давайте приблизимся в этот кластер. И это внезапно видео с канала DS Astra. «10 самых красивых лунных кратеров». И видео с канала «Космос просто. 10 фейков о Луне». И еще я попробовал найти пользователей, которые оставляют больше всего комментариев под видео. И на первом месте оказался тот, у кого в мою статистику попало 28 тысяч комментариев. И это оказался «Химия просто». Он просто отвечал на комментарии под своими видео и таким образом набрал 28 тысяч комментариев. На первом месте «Химия просто», а на втором «Космос просто». У него таким же образом получилось 20 тысяч комментариев. Потом «Тришка Бум», «Вайлд Мэт», «Упоротый палеонтолог», «ДС Астра», «Борис Трушин». Получается, что 7 первых мест по комментариям — это сами блогеры. И только уже потом идет подписчик, который написал более 4 тысяч комментариев самым разным каналам. А теперь давайте посмотрим, когда пишут комменты после выхода видео. Тут можно видеть, что большинство комментов пишутся в самом начале, и потом их количество резко спадает. Но потом оно вроде бы немножко повышается, а потом понижается и опять повышается, как будто тут идут какие-то волны. А если в этот график приблизиться, то волны видны еще лучше. И как можно догадаться, длина этой волны равна суткам. И больше всего комментариев пишут, наверное, днем. Но подождите, это же не абсолютное время, это время относительно выхода ролика. И так как все выкладывают видео в разное время, то эти волны могли бы сгладиться. Но, как видно, они тут есть. Наверное, потому что большинство выкладывают видео в похожее время, то есть где-то вечером. А так как все каналы в этой выборке русскоязычные, то и вечер происходит приблизительно в одних и тех же часовых поясах. И давайте также попробуем посмотреть количество лайков по времени. Его тоже, конечно же, надо поделить на количество комментариев, чтобы не было так, что где больше комментариев, там и больше лайков. Я думал, что больше лайков набирают комментарии, которые написаны сразу после выхода ролика. И похоже, что так и есть. Потом статистика становится гораздо более шумной, и тут уже ничего не понятно. Но вначале она гораздо более гладкая, потому что там просто больше комментариев. Там было количество комментариев по часам, а теперь давайте по минутам. И видно, что в первые минуты после выхода ролика появляется очень большое количество комментариев. И оно проходит примерно на седьмой минуте после выхода ролика. Этот график показывает ровно первые сутки после выхода видео. Если убрать первые семь минут, то дальше график пойдет вот так. А теперь давайте посмотрим на количество лайков по минутам. Тут оно, конечно, гораздо более шумное. И опять же, большинство лайков получают комментарии, которые написаны в самом начале. Или не совсем. Смотрите, тут есть такая вот маленькая полосочка. И из-за шумности это не очень хорошо видно, но на самом деле график сначала не очень высокий, и он идет вверх. И достигает пика приблизительно на восьмой минуте. А помните, я до этого показывал, что огромное количество комментариев пишется в первые семь минут. Но при этом они получают не так много лайков. И этот резкий наплыв комментариев проходит на восьмой минуте. И именно написанные тогда комментарии получают большинство лайков. То есть с наибольшей вероятностью больше лайков получат комментарий, который написан на восьмой минуте после выхода ролика. И при этом помним, что его длина должна быть от 90 до 105 символов. Еще я попробовал найти самые популярные слова в комментариях на разных каналах. И на самом деле они на всех каналах одинаковые. Это И, В и НЕ. Ну просто потому, что это самые часто встречающиеся слова в русском языке. Поэтому я попробовал найти не просто те слова, которых много, а те слова, которых на конкретном канале больше, чем в общей выборке. И тогда на моем канале, например, топ-10 слов получается Анигири двоеточие, Собака Анигири, Райо. Это связано с числом Райо из видео про самые большие числа. Анигири запятая, Анигири без запятой. Анигири английскими буквами с запятой, Анигири без запятой. Также вот это вот 3-3 из видео про самые большие числа. Серпинского, это треугольник Серпинского. Видимо, потому что слово треугольник часто встречается и на других каналах, но не слово Серпинского. И Googleplex, тоже из видео про самые большие числа. Мне кажется, самые интересные топ-10 слов у Химия просто. У него первое это булюм-булюм, запятая. потом ссылка на удаленное видео на ютубе, собакахимия, булюм, запятая, брома, булюм, точка, вылезет двоеточие, вытяжном, булюм, булюм с вопросительным знаком и спиртовкой. Ну тут можно заметить, что очень много слов повторяются, просто после них стоит запятая, точка, потому что я слова разделяю просто по пробелам. Можно попробовать не учитывать всякие запятые, точки и прочие символы. И тогда топ-10 слов, например, у меня выглядит так. Тут сначала место, на котором стоит слово, потом количество его упоминаний и само слово. И рейтинг у меня сильно не поменялся, тут добавилось слово стрелочек. Что интересно, это даже не та игра про стрелочки, которую я делаю, а стрелочки из видео про самые большие числа. И также добавился рейтрейсинг. Например, у химия просто больше тысячи раз встречается слово булюм. И больше тысячи раз булюм-булюм. Интересно, что булюм-булюм встречается всего лишь на два раза больше, чем просто булюм. У поротого палеонтолога самые частые слова это базилозавра, мозозавры, акилозавр и так далее. А на канале ДС Астра на четвертом месте по популярности идет слово дойка. А еще я сделал такой вот сайт с голосованием за лучшую вещь. Даются две каких-либо вообще случайных вещи на выбор и выбираем, что нам больше нравится. Я уже выкладывал это в свой телеграм-канал, кстати, подписывайтесь на него. И там набралось больше ста тысяч голосов. Но после этого видео можно убедиться, что этого недостаточно для хорошей статистики. А этот тест будет косвенно связан со следующим видео. И ссылка на него будет в описании, так что переходите, голосуйте. И смотрите, какую красивую анимацию карточек я там сделал. А если хотите поддержать канал, то подписывайтесь на бусти и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok